На сайте petrapelis.ru можно найти подробную информацию о жизни литовцев Санкт-Петербурга, новостях консульства нашей страны в этом городе, о культурных событиях. Это заслуга фотохудожника Артура Сионайтиса. С его профессиональными талантами вильнюсская публика могла познакомиться этим летом. На родину предков Артур привез выставку о майронисе в Санкт-Петербурге. Ольга Угрюмова расспросила автора, как и почему фотохудожник занялся сайтом. Артур Юнайтис. Сейчас у меня есть один очень большой проект, называется Petrapelis. Я создал, наполняю и веду вот этот большой портал, который связан с различной культурной жизнью, которая происходит в Петербурге, связанная с Литвой. Адрес его Petrapelis.ru и все, что там происходит, это вот благодаря, с одной стороны, информационной и эмоциональной поддержке Генерального консульства Республики Литвы в Петербурге и моя такая частная инициатива. Поэтому первые шаги какие-то к этому, конечно же, несомненно, есть. Наверное, это идет по какой-то такой нарастающей, да, то есть сначала через какие-то исторические, может быть, истории, то есть связанные с родственниками, с семьей. Может быть, сейчас это, скорее всего, чувство, что, попадая в литовское пространство, ты вдруг понимаешь, что это действительно те принципы, по которым тебя воспитывали, да, то есть ты вдруг понимаешь, что тебе есть понятно, приятно, и это свое, да, и, соответственно, скорее всего, вот так вот на данный момент происходит. Но это движется, это развивается. Во что это выльется, я не знаю. Я понимаю, что вы знаете, сколько людей заходят и читают, пользуются информацией вашего сайта. Что это за люди? Это люди, которые имеют какие-то связи с Литвой, или это люди, которым интересна вообще Литва? Приходят по-разному, то есть когда идет публикация, когда она анонсируется, там приходит примерно до 200 человек в день. Для сайта, который на русском языке про Литву и в Петербурге, на самом деле это очень много. Кто эти люди? По-разному, да, потому что если смотреть статистику сайта, они приходят из Петербурга, они приходят из Литвы, они приходят из Соединенных Штатов, то есть они приходят со всего мира, и им интересно то, что происходит в Петербурге, связанное с Литвой. Им интересны те интервью, может быть, тех людей, которые мне с удовольствием что-то рассказывают. Сайт меньше года он существует, да, вот этот Петра Апелесру. И сейчас он в процессе становления какого-то, поиска своего собственного лица, но мне кажется, оно уже нашлось. То есть самое главное, он показал всем, кто живет прежде всего в Петербурге, что Литвы действительно много. Людей, связанных с Литвой, действительно много. И эти люди, они действительно привносят какие-то настолько сильные истории в жизнь города, что неизвестно, как город без этих историй бы жил. Артур, скажите, пожалуйста, а чем обусловлен такой интерес к Литве в том же Петербурге? Я понимаю, что консул работает активно, и благодаря ему этот интерес поддерживается, но тем не менее, вот как вы считаете? Вообще, я думаю, что скорее, это здесь две причины. Это личное общение и, конечно же, какой-то такой большой бэкграунд, пришедший из тех времен, когда был Советский Союз, да, потому что на самом деле общение было тесное, общение было постоянное, приезжали учиться, оставались. Никаких абсолютно отрицательных ни эмоций, ни мнений не существует. И это просто продолжается такая одна большая, нельзя сказать, дружба, потому что дружба подразумевает какое-то более тесное или, по крайней мере, регулярное общение. Но, скорее всего, вот это продолжение доброго интереса, я бы так сказал. И даже где-то удивление, что вот эта вот история, которая осталась в памяти, и она культивируется как нечто хорошее, она на самом деле продолжается до сих пор, нужно просто сесть и поехать, и здесь окунуться в свою давно забытую историю. Артур, расскажите, пожалуйста, ваш Петербург и Петербург Майрониса – это разные города? Несомненно, разные, конечно же, города. Они меняются, другой ритм, другая динамика, другие доктора, которые лечат вот эти все простуды, да, и сейчас это другая одежда, можно ходить гулять под этим проливным дождем и под этим паранизывающим холодным ветром и получать удовольствие. Раньше, наверное, как-то это все было по-другому, и люди больше встречались дома, где-то в гостях. Город был чуть меньше, конечно же. Но я думаю, что какие-то основные истории остались, да, потому что любой город воспитывает. Вот эта вот динамика улиц, течение просто тебя вот в этом пространстве. Вот эта архитектура, которая над тобою, вот это солнце, которое светит, вот эти ритмы жизни, они меняют людей, они перестраивают людей. И стоит немножко где-то пожить в Петербурге либо в Вильнюсе, и ты становишься уже либо петербуржцем, либо жителем Вильнюса, а то и литовцем. Мы знаем примеры, когда сейчас был Тарасов, да, приезжал, который говорит, я литовец, который просто приехал в Литву жить, Владимир Тарасов, он сейчас давал серию концертов в Петербурге на фестивале, у него открылась большая выставка его инсталляций. Человек здесь прожил какое-то количество лет и решил, что да, это произошло. И, видимо, это происходит в любом месте, которое является достаточно сильным, достаточно интересным и имеет свое собственное лицо. Говорил живущий в Санкт-Петербурге фотохудожник Артур Юнайтис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова